Депутат Саратской Думы Чернышевский говорит, что Белоусов честный человек. Очень смешно. Белоусов честный человек. Ну давайте с вами посмотрим, насколько честный человек Белоусов. Смотрим. Белоусов. Андрей Ремович Белоусов. 17 марта 1959 года. Председатель Совета Директоров РЖД. Уже честность прям везде прет. Председатель Совета Директоров РЖД. Супер честный. Куда деваться так. Отец Рема Александрович Белоусов был экономистом. Который по данным СМИ был создателем Советской Научной Школы. С Косыгиным работал. То есть папа с Косыгиным, а это мажор. Родился где он мажор? В Москве, наверное. В Москву. Ну ведь из этих. То есть это как раз все вот эти вот. Вся эта публика. Это очень четко завязаны. На Запад, деньги и прочее. Так. Отец. Ну, счастливое детство не будем. По окончании второй физико-математической школы. Экономический факультет МГУ Ломоносова. По папиным стопам пошел. Аспирантура. Так. Научная деятельность. В 99-м году в составе коллегии Министерства экономики выступал консультантом у ряда глав российского правительства. Примакова Степашина, Михаила Касьянова, Михаила Фрадкова. На государственной службе, заняв по приглашению Германа Грефа должность заместителя министра экономического развития. У Грефа был замом. Это был честнейший человек, судя по всему. Если у самого главного вора был замом. В 8-м году председателем правительства России Путин был назначен директором департамента экономики и финансов аппарат правительства России. И вот тут, обратите внимание, там с Грефом честнейший человек работал. В 8-м году, с 8-го по 12-го, наравне с первым заместителем председателя правительства Игорем Шуваловым и министром экономического развития Набиулиной, отвечал за формирование экономической повестки правительства. Браво. Ну, видите, три честнейших человека. Шувалов, Набиулина и этот тоже честный, судя по всему. Это просто из того, из открытых источников. Мы знаем про него и другие вещи, очень серьезные. Но вот это, чтобы в 12-м назначена должность министра экономического развития в первом правительстве Дмитрия Медведева. С 15-го по 17-й председатель Совета директоров Роснефть. Честнейший, блядь. В 20-м первый заместитель Мишустина финансы и экономику курировал. Да, это просто возглавляет Совет директоров РЖД, а теперь и Министерство обороны. То есть от правительства занимался всеми финансами всегда, сотрудничал и был в хороших отношениях с Грефом, Шуваловым, Набиулиной. Что еще надо про него сказать, чтобы вы поняли, что это честнейший из людей. Просто, блядь, печати негде ставить настолько. Мой дядя самых честных правил пишет, да. Это точно. Да, вот тут вот я взял. Мне Белоусов всегда напоминал Суворова, портрет которого висел в классе истории в нашей школе. Это, блядь, такие чудные они, эти ватники. Они готовы любого в жопу целовать. Белоусов это напоминает Кощея Бессмертного, это да. А вот насчет Суворова. Вот. И пишет, я просто очень рада, ведь он реально похож. Реально похож. Просто жесть. Дядя Слава, в чем логика Путин? Просто жить и умереть до 90-х, издеваться над всеми? Да, хотя знаю, что он малифик, его цель самоудовлетворения. Парять не могу. Но вы же не малифик, поэтому вы не понимаете. Путин – злодей. Путин испытывает удовольствие, совершая зло. И чем более масштабное зло, тем больше он получает удовольствие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok